Пару слов про кофе. Это наркотик слабодействующий, там кофеин. Он в основном, на кофе сажаются все люди, если подсаживаются, это только динамическое напряжение. У человека выбор или кофе, или курение, или вместе одно и то, и другое. Женщины в основном кофе выбирают, а мужчины курение, но иногда люди выбирают сразу всё вместе. Надо длительное движение совершать и постепенно отказываться от кофе, потому что просто так вы не откажетесь. Потому что у вас не хватает праны в организме, и чтобы эту нехватку незаметно не замечать, вы лупите кофе. Чай действует примерно так же, как кофе, потому что там тоже находится кофеин. Но вот этот ферментированный чёрный чай, там кроме кофеина ещё содержится л... Это такой лёгкий наркотик, который потребляли хиппи в своё время. Он даёт такое хорошее настроение. В зелёном только кофеин, в чёрном и в плюсе... Чёрный чай это когда, там как он получился, из Индии везли лист чая, и судно попало под сильный шторм, весь чай намок, а первый раз везли, никто не знал, как он выглядит. И он стал ферментированным листом, то есть гнил. Вот. И потом мы его заварили, и оказалось ещё вкуснее. Весь чай распродали ещё сильнее. После этого уже начали возить и такой, зелёный, и специально его... То же самое сейчас и чай продают тоже. Его подгнивают сначала. Он ферментируется, как говорят. Да, то есть... А Иван-чай можно? Иван-чай можно. Просто делённый? Но не на ночь. Но его не надо ферментировать? Можно, он будет ещё вкуснее. Но просто так можно, да? Просто так можно. И ферментированным можно. Там нет кофеина, поэтому это не может быть наркотиком просто, по определению. А кофе без кофеина? Кофе без кофеина? Пейте. Цикорий? Цикорий можно. Да, кофе. Но если оно без кофеина, я не знаю, сколько оно без кофеина. Нет, прям вообще без кофеина. Они его на воде как-то там всё делают. Потому что одна женщина, я говорю, тоже мне мужчина сказал, что он стерилизованный. А потом... Зачатие произошло. Поэтому я в эти фразы «кофе без кофеина» не сильно верю после этого случая. Все грибы не могут быть полезными по определению. Потому что все они являются паразитами. Ну то есть гриб как существует? Он существует за счёт жизни других. Причём многие грибы же и жрут. Другие грибы. Например, плесень жрут, допустим, вешенки и опята. Они плесенью питаются всё. А плесень сама питается тоже гнилью. То есть всё это... Вся это хозяйство всегда снижает иммунитет. Человек, который ест грибы, он рискует тому, что этот продукт будет действовать на его иммунитет. И грибы рождают грибы. Такая формула. Если один гриб на дереве поселился, все остальные тоже туда залезут. Потому что этот гриб подавляет иммунитет дереву. Поэтому грибы являются условно здоровой пищей опять. Условно. У меня одна знакомая. Она проработала много лет в СЭС Краснодарского края. В определённом районе. Где много грибов. И каждый год совершенно нормальными грибами люди травились насмерть. Это всё зависит от того, где они растут. Вот, допустим, там зайчик какой-нибудь помер в лесу. И там грязница обязательно будет. Потому что грибы именно питаются трупным ядом часто. И если маслята эти, допустим, кто-то съел, то они тоже помирают. Потому что они отравляются трупным ядом. Очень простая схема. Поэтому, конечно, если грибы растут, допустим, на фирме какой-то там, на брёвнах. Как они выращивают там. То вы сразу не помрёте. Но иммунитет будет страдать. Поэтому грибы тоже как бы это... Ну, если вы, допустим, съели корову или грибы, то лучше грибы. Иммунитет страдает. Это не так страшно, как пойти в ад. Вот, поэтому... Поэтому, мои хорошие, выбираем всё, что более благоприятно. Менее благоприятно не убираем. Итак, следующее, что вы должны знать, это то, что если вы хотите долго и счастливо жить, вы должны слушать мою вчерашнюю лекцию и всё по ней выполнять. Потому что без этого невозможно долго и счастливо жить. Это и моё глубокое убеждение. Если вы хотите долго и счастливо жить по чьей-то другой методике, я вас отправляю. Но я в это мало верю. Потому что у меня чёткое представление об этом, оно подтверждается моей жизнью. Я же рисковый парень. Вы же видите? Я лезу в прорубь смело, сижу там 4,5 минуты. Мне моржи подходили, говорите, это самоубийство. Говорит, вы сейчас это делаете, через несколько лет вам капец, у вас почки отвалятся. Моржи мне говорят. А я говорю, мы не моржи, мы тюлени, на нас это дело не действует. Я знаю точно, что это всё полный бред, то, что они говорят. Потому что они ничего не знают. Они ничего не знают о тонком теле, как оно чистится, как оно работает. Я точно знаю, как надо делать правильно. У меня нет никаких сомнений в этом. Поэтому у меня ничего не отваливается, а всё наоборот восстанавливается и улучшается. Всё. И это подтверждает. Если я на себе всё проверяю, то всё подтверждено. Вот я сегодня лучше выгляжу, чем вчера. Посвежее? Да. Я сегодня вообще чувствую себя отлично после вашей уральской пробежки. Мне просто приятно изнутри. Вот. А? Можно вопрос? А как тебе сейчас гулять по лесу каждый день на пробнике? Просто так гуляйте по лесу каждый день. Можно, да? Конечно. Можно в спортзал ходить, можно гулять. Просто раз в неделю надо 4 часа пройти. Потому что в этом случае у вас всё тогда сбалансируется. Вы тогда последние слои прочистите, а не только первый будет чистить. А можно и часы? Можете в тренировке ходить 40 минут там. Я же тоже тренирую в спортзале иногда хожу. Дома зарядку делаю. Как раз нужно? Зарядка нужна, потому что она укрепляет мышцы. Я наклоняюсь 216 раз. Это примерно на 2 слоя. Потом 60 раз отжимаюсь. Минуту стою на руках. Потом 100 раз приседаю. Ну, за зарядку в день. Да, я хожу, через каждые 20 минут приседаю. Зарядку сто раз приседаю. Потом мотаю вот так вот. 10 минут вот так, 10 минут вот так. Это очень важно, потому что основная нагрузка на голову идёт. И поэтому болтать головой – это самое главное упражнение вообще в зарядке. Я вот так вот кручу голову вот так. На шарнире, видите, она даже не скрипит. То есть ходить именно в лесу или можно и в зале 4 часа? Может на беговой дорожке, потом надо выйти просто на улицу и прану поймать. Иначе вы её будете расходовать. Организм же настраивается на то, чтобы её взять, когда бежит. Теперь выйтишь, вышли и взяли её из воздуха. Когда вы выйдете после беговой дорожки, у вас балдёж настолько такой. Вау, вам хорошо. Вот это хорошо означает, что прана пошла в качество. И вот дайте себе, пускай она наполнит вас и всё. Можно на беговой дорожке бегать. Беговые дорожки продаются плоские сейчас. Вообще за шкаф поставил, её нет. Потом раз, на балкон вынес. Очень удобно. Вынес на балкон, пробежал. Собак нет никаких. Женщины вообще боятся собак сильно, когда они бегают. Собак нет никаких на балконе. Скоты там могут жить, конечно. Сверху, снизу. Но они не мешают вам, когда вы бежите. Вы их не видите. Сколько надо бегать? Ну, возьмите на сайт, зайдите. Там расчёт времени Аскез. И я же не знаю, с какой скоростью вы бежите. Пробежали столько-то километров. Потом дальше. На беговой дорожке только единственное, поднимайте на 0,5. Поднимайте на 0,5. Потому что иначе у вас не будет соответствовать с землёй. Она же прокручивает, вам помогает бежать. А если на 0,5 или на 1, то уже тяжеловато будет. На 0,5 у вас вы как по земле побежите сразу. По беговой дорожке, а как по земле, если вот так её чуть поднять. На 0,5 градусов. 3 градуса? 3 градуса это тяжело уже будет очень бежать. Не надо, вот на 3 градуса. Ивальные уровни поднятия. Ладно. 0,5 нету? Есть вариант. Надо подставить под беговую дорожку спереди что-нибудь. И она тогда вот так будет ехать. А? Это ужасно. Вот. А если проблема на втором уровне, то просто... Можно на 2 очиститься какое-то время. А потом всё равно на 5 надо, потому что дисбаланс пойдёт между первыми и последними. Мы не обманем природу. Надо всё равно приходить к этому знаменателю. Всё на 5 слоёв делать. А просто бегать получается не в жару смысла? Можно. В зале разминка. Когда человек на один слой что-то делает, он просто... Это называется зарядка. И это на весь день даёт бодрость. Вот допустим, 48 минут ходьбы. Или 22 минуты бега. Вот 6 минут 30 секунд примерно на моём ритме. Вот как я бегаю. Или интенсивной зарядки 22 минуты. Этого достаточно, чтобы быть бодрым весь день. На 2 слоя, если зарядка, это уже укрепление организма, это уже ещё лучше даже. Но это 40 с чем-то минут, вот нормально, каждый день. А раз в день уже... И статические упражнения надо делать. Вот статику 4 раза в неделю делать гораздо важнее, чем зарядку просто. Потому что в основном у человека копится статическое напряжение в теле. И поэтому сразу воспалительные процессы, раздражительность, гневливость, обидчивость. Это разрушает семьи, разрушает работу. Ты постоянно в запаре находишься из-за этого статического напряжения. Статическое упражнение сделать, спокойно живёшь, в воде сидишь, тоже успокаиваешься, всё. Сейчас главное всех успокоить на земле. Просто есть два варианта. Или мои рекомендации выполнять, или ядерная бомба. Всех успокоить. Перед прогрессой нахождение в воде и статические упражнения обязательно? Или сразу прогрессу? Вот если вы в воде не лежите и статику не делаете, начинаете бегать, вас перегрузят обязательно. Сначала в месяц делайте в воде, сидите, статику делайте, потом динамику включайте. Статику не делайте, динамика перегрузит. Статику и динамику не делайте, пост перегрузит. А вода за 60 минут не открывает? Ну, подогревайте. Сначала в ледяную, потом в горячую, потом в 5 ледяную. Горячая, если не сильно тепло, 10 минут слой чистится. А если сильно жарко, то 8 минут слой. Там 42 градуса, я знаю. О, это очень жарко, это очень горячая вода. То есть как она, она не будет туда перегружать человека? 42 градуса будет. Это очень горячая вода. Ну, значит, там немножко подъезжали, чувствуете, перегревается назад в ледяную воду. Все, вы мне не даете лекцию читать, сегодняшняя тема другая. Все остальное в лекциях изучайте. Давайте одну корточку закроем. Нет. Пересаживайтесь. Вот здесь, прямо передо мной есть место. Садитесь вот сюда. Кого еще замерзли ноги? Пересаживайтесь. Вот куча мест. Вот здесь место есть. Вот здесь вот есть место. Поднимите руки, где еще место есть. Да, в море место он свободно. Поднимайте руки, у кого рядом место есть. Кому, к тому, холодно, пересаживайтесь. Нет никаких вопросов. Значит, Следующая тема, которую я хотел затронуть с вами. Это, ну, про добрые дела я вам говорил на первой лекции. Вы это усвоили. Про очищение организма я вам говорил. Режим дня, питание, правильно я сказал вам. Вот, теперь вы должны знать, что даже если вы живете абсолютно правильно, вот все делаете правильно, идеально вообще, то все равно судьба может вас жестко очень мучить. Потому что Бог хочет, чтобы люди развивались. И поэтому особое место я всегда в своих лекциях занимаю жестокой судьбе. Она очень сейчас распространена у людей. Идет война везде, убийства, смерти там и так далее. Вот. Вот. И молитве. Молитва это вообще знание. Молитва это очень практичное знание. Самое главное в жизни вообще. Итак, что такое жестокая судьба? Есть такой вид судьбы, которому пофигу ваше желание все восстановить. Ну, другими словами, это судьба, но она приходит, когда ваша логика перестает работать. Вот обычная судьба, допустим, есть тяжелая судьба. Вы правильно себя ведете, все восстанавливается. Есть жесткая судьба. Это жесткая, это сильнее человека судьба. Она приходит для того, чтобы человеку научиться самодостаточности. Вот, допустим, люди сильно привязаны друг к другу. Жесткая судьба пришла, они не могут рядом находиться, они все время ругаются. Вот они нормально жили, а теперь они друг друга не понимают, все время ругаются. И у них пружина, если они ее будут сжимать, ближе к друг другу будут тянуться, то их вот так разбросят, и они разведутся. То есть сама жесткая судьба, она временно приходит, там, на полгода, на год максимум. И она целью нет разрушить семью. Она учит человека самодостаточность. То есть надо просто подальше друг от друга быть, обязанности выполнять, все делать, но учиться там. Природа дается она достаточно, добрые друзья и Бог. Учиться вот этим трем вещам и учиться, ну, не мучить близкого человека, не лезть к нему. Жесткая судьба заканчивается, становится легче, жить и можно опять общаться. Все, жесткая судьба, не жестокая судьба. Как отличить жесткую от жестокой? Жесткая судьба, люди ругаются, но они не предают друг друга. То есть нет нарушения заповедей, нет беспредела никакого, нет обмана, клеветы, всяких вот этих вот приколов, когда люди кидают друг друга. Всего этого нет. Жесткая судьба может разрушить семью и потом можно опять восстановить. Это не проблема. Жесткая судьба учит только самодостаточности и все. Потому что каждый человек должен учиться быть независимнее от кого. Потому что в любой момент можно ли человека потерять, близкого, жизнь, она ведь из сюрпризов. и на тот свет не надо виз. Да? Как в песне поется. Вот. И говорит, все планирую, полечу в Китай, Тунис, а жизнь, она ведь без сюрпризов. И на тот свет летят, на тот свет летят без виз. Такая песня. Вот. И поэтому человеку учится о многостаточности судьба, чтобы он выдерживал эти удары все, которые могут быть. Это жесткая судьба. А есть еще жестокая. Когда жестокая судьба приходит, какие ее особенности? Первая особенность. Нарушаются заповеди. Не обязательно тобой. Тебя начинают кидать, обманывать, изменять. То есть такие вещи происходят. Ты вообще не ожидаешь от людей, ты им доверяешь, что такие вещи, они вытворяют странные вещи совершенно в жизни. Или просто тебя растаскивают, как цыплят, вот так вот. Растаскивает судьба, и все, ты как бы жил со своим близким человеком, потом не можешь с ним вместе жить. Все, ничего не сделаешь. Вот хоть вой, хоть не вой. Сразу возникает вопрос, люди же логично мыслят, они думают, что надо сделать, чтобы все восстановилось. И люди в основном мыслят с категориями отношений. То есть они говорят, вот я не могу с мужем сойтись, что мне надо сделать, чтобы я сослась с мужем. Чтобы вы поняли, что такое жестокая судьба, я вам расскажу еще раз, может вы сто раз слышали, анекдот про учебную часть. Солдат пришел в учебную часть, мутали ломик, говорит, подметай плац. Подметает плац, приходит, говорит, можно я веником быстрее подмету, эффективнее. Прапорщик говорит, а мне не надо, чтобы эффективнее, мне надо, чтобы ты замучился. Вот если вы эту логику поймете, тогда вы поймете, что такое жестокая судьба. Ей не надо эффективнее, ей не надо, чтобы вы замучились. Она будет все делать, чтобы вы замучились. Ей не надо, чтобы восстанавливалась ваша семья, ей не надо, чтобы вы вылечились, ей не надо, чтобы у вас работа была, ей не надо, чтобы у вас было все как кока-кола, ей надо просто, чтобы вы сдали свой экзамен жизни. Все, больше ничего не надо. И когда, почему логически человек приходит к сдаче экзамена жизни, потому что когда ничего не получается, он туда-сюда, то он обращается к Богу всегда. Это последняя инстанция у любого человека, хоть атеисты, хоть кто. И когда человек обращается к Богу, начинает молитвенная практика, начинается память о Боге, то вот этого как раз она и хотела. Жестокая судьба. А как только человек встает на определённую духовную платформу, как по мгновению волшебной палочки всё безумие мгновенно заканчивается. Как определить, что я встал на эту платформу, ты на фоне страданий, вот этих безумий, в твоём сердце становишься спокойным. Вот как только в твоём сердце станет спокойно, потому что ты помнишь о Боге, думаешь о Нём, важность Его понимаешь в своей жизни, сразу же в этот момент всё восстанавливается. Это фантастика вообще. Причём интересно, если человек в результате жестокой судьбы погибает, то для жестокой судьбы это не является проблемой. В следующей жизни начинается жестокая судьба. Отсюда ДЦП, аутизм, психические заболевания с детского возраста, сироты, дети там, всё это вот, не сдал экзамены, продолжай. На второй год. Вот это вот входная. Как? Как? Как сказано было? Вот это вот входная. А? Вот это вот входная. Да, вот это вот входная, да. Иногда Бог помогает. Вот это я, вот это входная дверь, да. А это выходная. Вот. Потому что мы недостойны. Вот есть животные, они ещё хуже, у них вообще ничего не понимают, что у них заживо. И живут, живут всё и вообще ничего не понимают. Поэтому так нехорошо их убивать. Я когда служил в армии, там у нас был хоззвод, я был санструктором, там людей лечил. Вот. А там у нас ещё хозяйством занимались солдаты. И прораборщик нас выстроил, и вот два бычка показал, говорит, кто хочет залезать. И вышел один узбек так, это... А все смотрели, как эти бычки падали, умирали. Я подумал, когда я это видел, они такие доверчивые. Этот бычок стоит, он даже не понимает, что его хотят убить сейчас. Просто смотрит на этого солдата. Придурка. Который за это уже ответил, за этот поступок. Понимаете, ну то есть, они как дети животные. Вот если у вас животное дома есть, там собачка какая-то, кошка. Они как дети просто малые. Всё. Просто у ребёнка сознание развивается дальше, у человеческого детёныша. А у собачки и кошки остаётся как было. Оно не развивается всю жизнь, они дети просто и всё. И человеку даны животные, чтобы мы их защищали. Они убивали, понимаете. Вот и всё. Что надо знать об этом. Вот. Итак, жестокая судьба нужна для того, чтобы мы развивались. Вот это единственный вариант нам подняться выше. Вот мы живём своей жизнью, там что-то у нас дела какие-то здесь в жизни. Мы чем-то самым важным в жизни не занимаемся. Но если пришло время, и у Бога как бы, вот есть часть жизни для нас предназначена, а часть для Бога. Он же тоже участвует в этом процессе, поэтому он берёт себе кусочек маленький. Он нам всё, очень много жизни нам отдаёт. Но маленький кусочек берёт себе. И всё, что он себе взял, он обязательно это будет использовать по своему назначению. Ну то есть его назначение только одно, чтобы мы выполнили цель человеческой жизни. Потому что вся эта жизнь в этой Вселенной предназначена только для того, чтобы мы отсюда ушли. Каждая жизнь должна нас поднимать чуть-чуть ближе к Богу. Мы жители духовной реальности. Мы не здесь же должны жить. Понятно? И поэтому приходит жестокая судьба, она нас возвышает. Человек через страдания, эти трудности возвышаются. И как только он возвысился на определённый уровень, сколько ему нужно в этой жизни развиться, Бог сразу человека оставит в покое. Есть, конечно, другие варианты. Например, человек упрямится, он не хочет никак развиваться. Плохой период проходит, он ничего не хочет, тогда Бог думает, хрен с ним. Пусть идёт в ад или в животные формы жизни, куда ему нравится. Это его уже выбор. Но Бог приложил усилия, Он нас мучил. Мы должны были ему начать молиться. Мы тупые, не хотим ничего менять. Начинаем квасить. Люди, когда жестокая судьба приходит, у них два варианта. Или развиваться, или квасить, выпивать, курить, гулять, забыться. Если человек забывается, забывается, забывается. Проходит период жестокой судьбы, человек не хочет исправляться. Дальше что будет? Дальше изучим знания по голове. Обхожу искусы сразу. Всё, классно. Есть, значит, за что жить. Итак, жизнь вечную природу имеет. За всё, что мы делаем, будем отвечать. Итак, что делать с этой жестокой судьбой? Первое, что вы должны понять, она не сильно беспокоится о нашем здоровье. А мы должны беспокоиться. Жестокая судьба, когда приходит, у человека начинает сильно истощаться психофизический слой. Вот, энергия воды испаряется, мы в стрессе. Энергия воздуха уменьшается, энергия солнца уменьшается. Все болезни наваливаются, психические функции падают. Поэтому приходит, жестокая судьба пришла, методичку читаем, всё делаем, как бы больше не откладываем. Иначе, если хилый, сразу в руку. Вот. Понятно? Система. Второе, жестокая судьба приковывает человека к себе жёстко. Он думает только о своей жизни постоянно. Поэтому надо сразу желать всем счастья, начинать делать добрые дела, вырываться из клетки жизни внутри себя. Вырываться просто. Иначе она тебя просто сожрёт, эта жестокая судьба. Дальше. И самое главное, выполнять её задание. То есть, каждый день молитва, каждый день изучение Священного Писания. То есть, надо тратить на это время какое-то, обязательно. Вот. И когда человек движется в этом направлении, что он делает? Он, во-первых, силы восстанавливает с помощью аскез, правильного режима дня и природы, восстанавливает силы. Потом, с помощью добрых дел, он постепенно отрывается от себя, из этого штопора выходит, начинает погружаться в молитву, сдаёт экзамен, всё восстанавливается. Ещё раз отличие, попытайтесь понять. Когда у нас обычная судьба, мы своими действиями можем всё восстановить. Ну, допустим, тяжёлая судьба просто. Надо просто жить вместе и терпеть. Всё восстановится. Жёсткая судьба. Пожить отдельно, как? Ну, не совсем разъезжаться, а просто не приближаться друг к другу. И всё восстановится через какое-то время, потому что судьба никогда не идёт вечно. Она идёт время какое-то. А если жестокая пришла судьба, вот здесь возникает проблема у всех людей, потому что мы привыкли же, что-то надо делать, чтобы изменить ситуацию. Вот мы привыкли к такому мышлению, а здесь оно не работает. И человек понимает, что он бессилен в этом мире, что он как букашка, он не может иногда противостоять силе, которые на него навалятся, даже если он очень хорошо живёт и всё делает правильно в жизни. Ко мне, когда пришла жестокая судьба, у меня мои помощники отжали мои соцсети. Все я их не контролировал, то есть они что хотят, там выставляют. Один даже умудрился там рецепты с мясом начать ставить. Вот. Ну, то есть отжали мои соцсети. Проект, который я делал для Бога, захватили. Вот. И так далее. И я пытался там убедить всех, что, как. Никто на меня не обращал внимания. Всё. Каждый по-своему всё воспринимал ситуацию. Вот. Я начал молиться Богу, понял жестокая судьба. Меня все кинули благополучно. Вот. Когда я экзамен издал, собственность переписали на духовную организацию. Мы завели новые соцсети. Как бы новая команда у меня появилась. Ну, часть там имущества эти люди оставили себе. За это они пойдут в ад. Ну, а что вы хотели? Это имущество Бога. Это не их. Это на них просто было записано. Это для Бога же всё делается. Это очень опасно. Вот. Ну, то есть, как бы, всё закончилось. У меня в сердце хорошо. Я экзамены свои сдал. Но я жил честной жизнью. 30 лет лекции читал. Никому плохо не делал. И ко мне пришла. No problem. Ну, то есть, если Бог хочет тебя поднять, Он всех в иллюзию ведёт. Все будут думать, что ты плохой. Вообще так фантастично это всё устроено. Как люди попадают в какое-то зомбированное такое пространство. Никто тебя не слышит вообще. Удивительно так всё это происходит. И не надо ничему удивляться в это время. Потому что Господь сделает так, чтобы на ровном месте у тебя были проблемы. На ровном месте просто. Всё это нормально делаешь. Потом раз. Они пошли на ровном месте. И у меня на обоих руках вот линия жизни заканчивается в 67 лет. Как раз, когда этот период начался, в 67 лет у меня на обоих руках заканчивается. А так как я правильно всё делал, ну, так, конечно, там такой стресс, у тебя всё рушится в жизни. У тебя ничего не остаётся, то, что ты делал. Вот. Но у меня она продлилась и ушла в линию Аскеса. Потом через линию Аскес продолжается. Сейчас. Ну, то есть, даже линии жизни меняются. Если ты живёшь правильно, то всё продлевается. То есть, не надо на линии жизни ориентироваться. Вам хиромант скажет, вот смотри, вот линия жизни, а вот линия трамвая. И вот здесь они пересекаются. Масло только осталось по линии. Не слушайте. Это всё неправда. Это предварительная информация. Потому что есть то, что начертано при рождении, а есть наша жизнь. И кроме предначертанности, есть ещё поступки человека. Есть ещё милость. Если поступки и милость правильные, то можем предначертанное легко преодолеть. Надо просто жить правильно. И всё. Понятна система или нет? Не слушайте вот этого астролога, что типа вот всё, когда они вас ещё обрекают на что-то. Я вот обрёк девушке, я сказал, через полтора года экзамены сдадите, будете счастливы жить. Не сдадите, будете страдать. Я дал знания. Так ведь? Всё. Вы вперёд идёте и сдаваете свой экзамен. Я вот так. Бог тоже даёт людям возможности. Милостиво. Даёт им возможности. Хорошо. Молитва. Молитва бывает разной. В основном люди узнают в храмах о молитве, как общении с Богом. Вот это псалмы, допустим, азан. Это всё общение с Богом. Человек просто их повторяет. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобой. И так далее. Беседа с Богом. Благодарность, прославление Бога. Такая молитва. Вот. Она, эта молитва не для победы над судьбой предназначена, а для поддержания памяти о Боге, памятования. И она обычно люди, советуют людям три раза в день это делать. Или перед едой. Когда человек ест, то он опасность есть наполнение злыми силами, потому что человек открыто становится. Поэтому перед едой помолился, пищу осветил, защитился. Такие советы. Эти молитвы все предназначены для того, чтобы человек поддерживал статус-кво. Но есть молитвы, которые люди в основном не знают. Но они есть. Эта молитва предназначена для победы над судьбой. И я именно изучаю такие молитвы. Как это молиться, как правильно все это делать. Первое, что надо знать, это то, что для того, чтобы побеждать судьбу, нужно разделить между двумя состояниями жизни. Одно состояние, которое мы хорошо знаем, это когда мы постоянно все анализируем, обдумываем и в основном недовольны тем, что происходит. Вот это состояние, в котором судьба в полной степени нас действует. Она как бы в таком состоянии, она имеет полное право мучить нас. Понятно? Второе состояние называется благодарность. благодарность. И об этом первую лекцию много вам говорю. Второе состояние называется благодарность и желание прославлять Бога. Очень важно понять, что в этом состоянии не должно быть переливов. Вот если, допустим, со мной читаешь там то о тебе, то о Боге, так все мешается. То дай мне то, дай мне сё, будь счастлив, там. И все меняется постоянно, наше восприятие, мышление. Но молитвы «Побеждаешь судьбу» они ничего не меняют. Ты только славишь Бога и всё. Аллилуйя, 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 Слава тебе Боже, Аллилуйя, 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 Слава тебе Боже, и не слово о себе. Понятно? Такие молитвы с древних времён, Аллилуйя, допустим, это не только христианская молитва. Это молитва, которая идёт из глубины еврейской культуры вообще. Она была и при Иисусе Христе, и раньше она тоже существовала. Аллилуйя означает прославление Бога. Я со всем согласен, а ты очень хороший. Спасибо тебе за всё. Как есть такой прикол, звонок Бурята Путину. Он дозвонился как бы до секретаря, говорит, а я всё могу говорить? Говорит, ты можешь говорить всё, Иван Васильевич Собакин такого-то года, имеющий вид на такую-то женщину, гороскоп ТВ Овин и так далее, у вас такие-то денежные махинации. И всё, и дальше пи-пи, и вы на связи. Он говорит, Владимир Владимирович, спасибо вам за всё, вы молодец. Ну, а представьте, разговор с Богом, если... Это молитва, это разговор с Богом, это не с премьертом страны разговор. Поэтому однозначно, что здесь остаётся только одно, это прославлять. Человека остаётся только одно. Это прославлять, поэтому нужно Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя.